Готика 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 чтобы убедиться, что мы выбрали правильный путь. Мы решили подойти к этой ситуации совершенно уникальным способом. Мы хотим предложить вам ранний прототип игры, спросить вас, что вы об этом думаете, и услышать ваши отзывы. Мы хотим сделать отличную игру. Когда мы начали думать о возможности сделать ремейк Готик, мы сразу же подумали об удивительной атмосфере, которую создавала оригинальная игра. Когда мы попробовали снова поиграть в оригинальную Готику, мы поняли, насколько устаревшим будут восприниматься в наши дни и ее определенные аспекты. Существуют очевидные вещи, такие как пользовательский интерфейс, элементы управления и боевая система, которые даже не хвалили в те времена. Хотя некоторым членам нашей команды, впервые игравшим в эту игру, все это очень понравилось. Помимо всего прочего, мы хотели бы усилить погружение в игру и сделать ее более правдоподобной. Но как мы могли бы добавить новые детали к этим элементам, сохранив при этом оригинальную атмосферу? Можем ли мы рассказать вам ту же самую старую историю, но добавить несколько новых ситуаций и новых мест, чтобы сделать ее более правдоподобной? Это новый игровой тизер продолжительностью более одного часа, и мы хотим услышать от вас, что вы об этом думаете. Добро пожаловать в колонию снова! Вообще, честно говоря, напоминает некий Скайрим с модами. Тот же шрифт, черный фон, все заточено для консолей. Кстати, что-то подобное уже пытались сделать, поставить Готику на Скайрим. Начинаем игру, и нам показывают уже известную заставку, но в новом исполнении. Про то, как король Робар II ведет войну с орками, и ему необходимо оружие из магической руды, которую добывают бедные каторжане в колонии. Местные арестанты устроили там переворот и захватили власть, и требуют от короля, что им вздумается в обмен на руду. И вот очередного преступника, то бишь главного героя, он же ГГ, он же безымянный, готовится отправить в это место. Как и в оригинале, нам вручают свиток, послание магам огня, садят на лифт, тут, кстати, гуманно отправляют, нежели в оригинале, и спускают в колонию. И вообще, тут непонятно, почему именно ночью. Как-то странно. Во время своей отправки я сижу, думаю и анализирую о своем прошлом, как вдруг случается шухерк. Кто-то напал на подъемник и что-то там взорвал, отчего конструкция начинает рушиться. Вообще, Готика славится своей правдоподобностью, и всякие голливудские падения тут неуместны. Мое падение смягчает небольшой водоем, и я прихожу в себя, и тут, конечно же, не получая гостеприимного леща от буллета. Добро пожаловать в нашу колонию. Своего рода крещение новичков. Я прихожу в себя, отряхиваюсь, беру факел, так как на дворе ночь, и озираюсь, куда я попал. Вот по поводу графики, тут разработчики молодцы. Детализация окружения, всякие мелкие предметы, грязь и лужи под ногами, это здорово. Но вот шмотка главного героя очень странная. Элементы доспеха, ремешки и петельки не очень похожи на одежду обычного заключенного. По мне, так лучше сделать, как было в оригинале. Надежный средневековый тюремный балахон из мешковины. И вот, кстати, что это за странная решетка? Сетка рабица, что ли? И зачем она тут? Лучше бы обычными досками застелили. Я немного побегал по местности и нашел своего первого друга. Это был мясной жук, который искал в тумане себе пропитание. Покинув это место, я отправился по дороге. Из лесу доносились страшные звуки животных. Затем я взошел на мост и увидел мужика, который, по всей видимости, блеванул из жопы малиновым вареньем. Во всяком случае, на кровь это не похоже. Из тела бедолаги торчал полуторный меч. Вот мое первое оружие. С мерзкими звуками я вынул меч, но он оказался сломан. Пусть будет хоть какой, нежели просто ничего. А затем я встретил местного снэппера. Тут их перевели как щелку. Снэпер скрылся, а я, чуть не насрав штаны, от страха двинулся дальше. Затем я увидел еще одного мужика, который так объелся малиновым вареньем, что того разорвало, и он потерял руку и ногу. И вот тут меня окружили три снэппера, или щелкуны, как их тут перевели. Началась небольшая боевка. Вот боевка тут точь-в-точь, как в игре For Honor. Есть три стороны удара и три стороны блокирования. Кто играл, тот поймет. Такая боевка, конечно, неплохая и более реалистична. Естественно, навыков владения мечом у меня никаких, поэтому они меня чуть не ушатали. И я, как дурачок, еще руки свои им в пасть сувал. Но, к счастью, на помощь пришел какой-то мужик. А я, все-таки обосравшись от страха, потерял сознание. И вот мое первое знакомство с местными. Это был мужик по имени Диего, командир теней или призраков из старого лагеря. Меня зовут Диего. Я не хочу знать, кто ты такой. Тут, конечно, случился непонятный кульбит. Такой почетный человек в колонии и кланяется новоприбывшему зэку. Диего мне рассказал о колонии, что существует три лагеря. Старый лагерь, новый лагерь и лагерь культа, как они его тут называют. Он же болотный лагерь. В один из лагерей я должен вступить. И вот тут мы видим систему диалогов. Опять попахивает Скайримом. Не очень эстетично, лучше сделать это в вертикальном порядке, как было в оригинале. После нашей беседы Диего предлагает мне вернуться на место обмена, откуда я явился, и поискать там себе нормальное оружие. Я с радостью возвращаюсь на то самое место, по пути осматриваю живописную природу колонии и собираю всякие полезные штуки. Вот только обнаружение лута немного режет глаз. Какое-то оказуаливание. Интересней, когда подошел к предмету и высветилось его название. А эти треугольнички портят целостность картинки. Среди деревьев я встретил легендарное существо из мира готики. Это падальщик. Вот только знаменитого кудахтани тут уже не было. Вообще в оригинальной готике падальщики это были птицы. Про это даже говорили охотники. Падальщиками мы называем этих больших птиц. А тут уже некое динозавроподобное животное. Убив падальщика, по крайней мере так это написано, я двинулся дальше. Я пришел на место обмена и увидел мужика по имени Кайден. Кайдена и его друга послали выяснить, кто учинил взрыв на подъемнике. Но друг Кайдена погиб, а в его обгоревшей тушке застрял меч. В обмен на этот меч Кайден просит найти его амулет, который похитили дружки по имени Сарус и Берик. Выбора у меня нету, и я отправляюсь на выполнение этого задания. Что еще хочу отметить? Не очень-то удобное меню инвентаря. Журнал заданий и статистики. В оригинале все было минимизировано. Не было никаких левых и громоздких окон и меню. Залеко я встретил двух дерущихся мужиков. Это были те самые Сарус и Берик. Сарус убил своего напарника, а затем принялся убивать меня. Все-таки эта боевая система хорошая и реалистичная. Одолев Саруса, я лишаю его жизни. Затем обыскиваю трупы, но амулета не нахожу. Возвращаюсь к Кайдену и сообщаю о случившемся. Он, конечно же, мне слабо верит, но вы все видели сами. Я не лгу, амулета не было. И тут еще пошло на меня подозрение. Появилось мнение, что теракт подъемника был подстроен под меня. Вот это интересный поворот сюжета. Тем не менее, теперь я смогу взять меч. А затем мне нужно поговорить с Диего. Диего на полном расслабоне в своем логове сообщает, что нам пора выдвигаться к старому лагерю. И мы вместе не спеша идем туда. С этого момента и начинается первая глава. По пути Диего мне рассказывают увлекательные истории, и под эти истории мы добираемся до сторожевого поста. Тот самый пост, где стоит Ори и его кореш, который тут играет на лютни. А вот это место уже знакомо. Прям ностальгия за душу берет. Затем мы натыкаемся на еще один пост, на котором стоит Бладвин. Бладвин и Диего решили меня стебануть, и за вход попросили, чтобы я добыл мясо снеппера, напоминаю, он тут называется щелкун, и коготь волка. Снеппера видели вверху на скале. Туда можно подняться с помощью подъемника. Мясо я добыл, остался волк. А вот и волки. А вот расскажу про огромный минус этого ремейка. Опять же, клонирование Скайрима. Это то, что во время битвы можно залезть в инвентарь, при этом игра поставится на паузу, и можно отхиляться едой. Это неготично. Никаких пауз во время открывания инвентаря быть не должно. Трубите об этом косяке разработчикам. Это убивает всю идею и атмосферу готики. Да, еще это дурацкое свечение, когда подхилился едой. Волков убил, коготь достал, и я возвращаюсь к Бладвину и Диего. Затем они мне поручают еще одно задание. Поскольку случился инцидент на подъемнике, на маяке зажли костер. Это знак опасности для старого лагеря. И по этой причине ворота закрыты и никого не впускают. Сейчас опасность миновала, и мне нужно потушить огонь на маяке. Опять поднимаюсь на лифте к маяку, нахожу сигнальный огонь и его закрываю. Я выхожу с маяка, и тут меня встречает Диего, который сообщает, что я прошел демо-версию этой игры. Перед нами простираются красоты Долины Рудников. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова